Всем-всем добрый день, уважаемые коллеги профессионалы и любители красивых ногтей! Сегодня вашему вниманию я хочу представить вот такой вот вариант дизайна. Это, можно сказать, мраморный эффект, но с таким вот определенным намеком на натуральные текстуры. Просто хочу показать вам, как это легче всего выполнить. У нас на ногтевой пластинке уже нанесена база просушенная. Сейчас наносим основной цвет. Помещаем в лампу на просушку на 30 секунд. Пока у нас просушивается этот пальчик, я на стеклышко подготавливаю себе несколько цветов, которые буду использовать в дизайне. Это белый. Это розовый. Также буду использовать кисть 2.0. Это колонок. Вынимаем ручку. И теперь этот же основной цвет я ставлю каплю где-то в зоне кутикулы. Пальчик при этом держим под наклоном вниз, где-то градусов 25, наверное. После каждого цвета я делаю прослоечку. То есть ставлю небольшую каплю прозрачного. В качестве прозрачного материала я использую финишный гель. Это топ с липким слоем. Теперь кистью я набираю белый. И прорабатываю. То есть финишный гель с липким слоем. Он дает такой вот эффект немножко размытости. И не дает сливаться в то же время цвету между собой. То есть есть определенная такая вот текстура. Поскольку мы основной цвет нанесли в один слой, толщины материала не будет. Вот таким вот образом у нас получилась текстура. Помещаем его в лампу. Просушиваем. Рекомендованное время у нас LED-система. 30 секунд мы просушиваем. Теперь можно покрыть финишным гелем. Но я, например, не хочу, чтобы у меня вот такой вот яркий рисунок оставался. Я хочу его немножко приглушить. Поэтому я сейчас беру основной цвет. Тот, который мы наносили изначально. И покрываю весь дизайн сверху. Этим основным цветом. Вот такой вот эффект у нас получается. В полутонах виден рисунок, который был. Соответственно, вот здесь вот не покрыт ноготь. Вторым слоем здесь рисунок виден. Здесь я покрыла еще раз. И теперь с сухой кисточкой немножечко стягиваю на себя материал, чтобы получше был виден рисунок. И торец ногтям. Вот такой вот эффект получился. Мы не выравнивали здесь ногтевую пластину, то есть только на отшлифованную. Поэтому в бликах есть изъяны небольшие. Мы выравняем их, когда будем наносить финишный гель. Просушиваем в лампу. Покрываем финишным гелем с липким слоем. Оттягиваем большим пальчиком кутикулу. Кисточку ставим немножко подолго. Вот такой вот вариант у нас получился. Я вам хочу на одной и той же ручке показать несколько образцов, которые могут использоваться в данном дизайне. То есть вы видели изначально то, что мы не покрывали. Вот такой вот эффект получился. Вот этот эффект мы покрыли сверху основным цветом. Вот такой вот вариант получился, слегка приглушенный, тоже очень интересный. И здесь мы поменяли местами основной цвет. То есть взяли розовый за основной, а остальное все дополнили теми же оттенками, которые были у нас в предыдущих ноготочках. Здесь у нас луночка получилась, ну и большой пальчик тоже у нас покрыт сверху основным цветом. Тоже вот такой вот приглушенный получился у нас вариант. В итоге вот такой дизайн. Достаточно актуальный, на мой взгляд очень интересный и повседневный, в то же время нарядный. Можно добавить вкрапления блесточек, если кому-то нравится. Я считаю, что все-таки натуральные текстуры, они более актуальны вот в таком спокойном варианте, в эмалевом. Всем хорошего настроения, творческих вдохновений, хороших клиентов. Пока-пока!